Вот эти ямы краевыми и не определяется в предыдущей. Значит, попытка качественного объяснения вот этой экспоненциальной зависимости, которая появилась на предыдущей прозрачной. Давайте мы возьмем две ямы без всяких внешних контактов. Просто у вас вот есть две ямы, два уровня. Значит, известная задача из квантовой механики, и эти ямы, значит, состояние вот эти связаны вот этим туннельным переходом. Тогда, если я посажу частицу вот в одну из этих ям, то что у меня будет происходить? Ну? Нет, я прошу молчать. Помоложе себе этот ответ. Что будет происходить? Ну, квантовой механики. Если я в такой системе посажу, например, частицу в левую яму, что будет происходить? У вас же написано. Сорить не надо. Вы не посматриваете? Значит, у вас этот тип начнет переходить между двоими другая ямами туда-сюда. Значит, это можно назвать лоховскими ассоциляциями, можно называть как угодно. Значит, частица начнет переходить туда-сюда. И вот вероятность того, что она окажется у второго... Кванты объявления, да, такие вот кванты объявления. Значит, она у вас определяет, что формула примерно такого типа. Теперь пусть у нас вот эти ямы, они справа и слева подключены к большим вот этим контактам. Значит, они здесь не нарисованы просто для простоты. Тогда у вас за счет этого подключения, за счет того, что вот электрон отсюда может входить в этот термостат и возвращаться, у вас этот уровень уширяется. У вас появляется обычный лоренциан, размазанный, значит, состояние размазывается на ширину резонанса гамма. Значит, все, как во всех остальных наборах. И тогда вы можете посмотреть на эту картину следующим образом. У вас есть как бы вот эта друхьянная задача. Но у меня теперь не просто два уровня, а у вас целый набор вот этих уровней. В правой и в левой яме. И этот набор, он так вот распределен на масштаб от порядка ГА. Эти самые уровни могут стоять, где-то находиться на полосе порядка ГА. Тогда, если я возьму вот эти квантовые осцилляции, в которых никакого затухания нет. Вот этот синус Дельта Е. Возьму вот эти квантовые осцилляции. Но Дельта Е у меня теперь разные. У меня вот есть ноль. Есть вот Дельта Е вот отсюда сюда, там отсюда сюда и так далее. И я должен усреднить по этим Дельта Е. После того, как у меня уровень размазали шутеренцам за счет связи с контактами. Я усредняю вот это усреднение по этим расстояниям, значит, лево-правому уровню Дельта Е. И те, кто, значит, ТВКП не забыл и уже проходил, они должны понимать, что вот это аналитический дождь не работает. То есть я получаю затухающий экспонент, суммируя вот эти вот незатухающие квантовые осцилляции. Значит, теперь немножко, это такое, как это говорится, спин-офф что-то, да? Чуть-чуть в сторону, значит, прозрачно. Значит, если у вас есть вот эта вот двухъемная ситуация, есть уровень 1, уровень 2, но теперь давайте я вот этот вот уровень Е1 начну трясти, чем? Внешними полями, фанонами, там еще что-то. То есть я буду считать, что у этого уровня есть завище от времени добавка Дельта Е1, причем это добавка случайной энергии. И я только предполагаю, что вот коррекционная функция вот этого вот случайной добавки Дельта Е1, она такая вот только действующая. То есть это, ну, как и он здесь написано. А сигма – это величина среднеквадратичной вот этой футуации Дельта Е1. Тогда, значит, ну, вот верхнее выражение, оно там честное, значит, как кое-то. А, нет, правильно, это я надеюсь, да. Значит, верхнее выражение честное, ну, бог скажет, значит, а вот нижнее выражение покрупнее, лучше на него посмотреть. Значит, я смотрю ту же самую планку задачи. Вот я посадил частицу сюда и смотрю, значит, через какое время она будет переходить направо, что у меня будет делаться с числом частиц здесь, с числом частиц здесь. И вот когда у меня шум достаточно большой, то есть когда вот этот вот барьер широкий, там, высокий, вот это маленькое, а шум достаточно большой, то у меня происходит известное явление. Значит, вот здесь написано N1, Nt. И в этой формуле, если я D положу гамму 0, N1 равняется единице. То есть я начинаю по времени состояние, когда у меня здесь вот сидит частица, здесь ничего не было. Если бы шум не было, вот начались бы эти квантовые осцилляции, сигусы, вот сюда, да, частица полноталась. А если шум есть, эти квантовые осцилляции, они сменяются экспоненциальным тридцем. Причем вот здесь есть такая сигма большая, поэтому Е в степени минус сигма t, это быстро вымирающий экспонент со временем. А вот это вот экспонент, здесь показатель очень высокий, на сигма квадрат неправильный, на сигму тоже. Ну, t квадрат на сигму. Значит, а вот этот вот показатель маленький, может быть, очень маленький, если t много меньше, чем сигма. Поэтому вот это очень медленно, и получается, что вместо сравнительно быстрого ухода частицы отсюда сюда и последующих осцилляций, у меня при шуме частица довольно долго остается здесь, а потом медленно, 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 вот с таким характерным временем, ну, обратным временем, t квадрат на сигму, вот с таким характерным временем она просачивается на фон. То есть шум, он меняет, вообще-то говоря, вот всякую планку, вот такую кинетику в этих тоннальных системах. А f2 не шумит? А f2 не шумит? Нет, нет, f2, ну вот здесь не шумело, значит, можно сделать шумящий, шумящий. Для этой задачи не важно. А вот для этой картинки важно. Значит, предположим, я смотрю, значит, что мне хочется. Я все время получаю, что у меня время нарастания тока вот здесь, оно вообще как-то не очень зависит от того, насколько здесь сильный туннельный барьер. Амплитуда только, да, зависит. А время определяется только вот этими вот краевыми скоростями гамма-эль, гамма-эль. А мне хочется, чтобы как-то у меня во времени появилась вот эта буква Т. И чтобы тоже, чем меньше эта буква Т, тем дольше там частицы куда-то просачивались. Значит, и я пытаюсь по аналогии с той задачей, которая была на предыдущем, когда было просто две ямы и шумы. Я пытаюсь сделать эту туннельную систему, где у меня тоже вот в промежутке две ямы и одна из них шума. И вот ответ получается, значит, вот здесь написано, несущественное замечание, значит, и оно же несущественное изменение, оно же несущественная модификация и так далее. С точки зрения нарастания тока вот каких-то таких характерных времен у меня ничего особо не меняется в этой системе. То есть все равно времена определяются вот этими гаммами, но только в некоторых местах гамма еще усиливается за счет вот этого вот среднепроградичного шума вот этого вот Дельты. И все. Никакого Т там в временах не проявляется. Значит, а побочный эффект от этой задачи оказывается, ну, несколько неожиданным, что если я возьму одинаковое напряжение слева и справа, вот здесь не одинаковое, потому что нарисовано нехорошо, а если я возьму одинаковое напряжение слева и справа, когда никакого толпа вообще быть не должно. Нормальное напряжение. И вот эти напряжения, ну, они вот как на весовке, примерно будут совпадать с уродами и одним. А трясти буду только один, скажем, я один. То есть у меня шум будет действовать только на одно из этих состояний. Друг у меня возникнет шумовой насос. В том смысле, что напряжение равно нулю, один уровень шумит и при этом начнет протекать ненулевой стационарный топливный снизу. Ненулевой стационарный. Ну, физика этого, она довольно простая. Значит, вот когда этот уровень болтается вверх и вниз, то когда он идет вниз, он должен заполняться. Значит, он заполняется отсюда и заполняется отсюда. Отсюда он заполняется очень медленно, отсюда быстро. Когда он поднимается вверх, то он, в общем, тоже обустошается, сюда быстро, сюда. Значит, вот за счет вот этих разностей, вот этих вот скоростей, обустошений, значит, получается, что при некоторых правильных значениях вот этого равновесного химического потенциала, когда нет напряжения, получается, что возникает такой стационарный как бы вот ток, вызванный вот этим вот шумом. То есть это как это можно? Ну нет, здесь-то надо чем-то, надо его отражать, Ну вот, закачивается шумом, шум-то, шум-то, невесовый шум, а? Дегенерация шума, ну да, закачивается вот сюда. А пусть тоже в ток, а правда линолейный? Я не знаю, я не помню. Я могу потом и что-то видать, но здесь я сейчас не помню. Он, направление, в котором течет, на самом деле, зависит от того, какой уровень пишет, какой ниже-то, и где расположен вот этот вот равновесный химический границал. Значит, теперь, и вот теперь, наконец, прозрачка, уже она там предпоследняя, значит, на которой все-таки буква Т пробилась в скорость изменения чего-то. Значит, если я систему эту, двух января, трех-парьер, нарисую вот таким образом. Значит, вот один парьер, у меня, который соединяется с контактом, он очень широкий, значит, буква Т вот это очень маленький. Когда буква Т маленькая, я вижу, что у меня и стационарный топ очень маленький. Ну, значит, если посмотреть, то отношение там к этому. Значит, стационарный топ у меня очень маленький. Ну, что понятно, потому что все определяется прохождением через вот этот толстый парьер. И тогда я могу попробовать посмотреть следующую задачу. Давайте, значит, вот сначала у меня картинка расположения уровня будет такая, как нарисована, а потом в нулевой момент времени я резко подниму вот этот вот уровень, ну, вот сюда, так, чтобы он был выше, там, я один, я два, и чтобы у меня начали заполняться последовательно все состояния на поле. Так, чтобы потекло сюда толстый. А смотреть буду за тем, как у меня натекают частицы вот сюда, на этот уровень. То есть, посредить буду за плотностью числа частиц вот в этом состоянии эбсона. И вот если я такую величину напишу и посчитаю, то вот здесь-то, наконец, появилась вот эта скорость. Т квадрат деленная на гамма. Т квадрат деленная на гамма, которая определяется вот этим конширтом. Это маленький показатель. И, значит, тем самым скорость наполнения вот этого вот уровня, она очень медленно. Очень медленно получается. То есть, ток у меня передается быстро, но ток маленький. Он по амплитуде очень маленький. А если я слежу за другой характеристикой, за заполнением вот этого вот этого состояния, то оказывается, что исполнение этого состояния, вот тут, наконец, будет содержать букву Та. Появится вот эта вторая скорость, такая медленная, т квадратная гамма. И Н2 будет определяться вот этой вот исполнительной. Оказывается, тут было. Вот я поднимаю уровень и слежу за исполнением вот этого самого состояния. Значит, последняя прозрачка. Значит, если теперь я все то же самое, двухъявные структы, да, с потенциальным парьером посредине. Если я эту науку применяю, скажем, для квантовой цепочки, у которой на краях есть фокализованность. У Ирана. Началось с них, на выяснилось, что они тут ни при чем. Значит, это может быть, например, вот пресловутая, значит, китайская сверхпроводящая цепочка. Это Саша-цепочка. А? Это Саша-цепочка. Значит, вот здесь вот, здесь просто написан пример, про который, видимо, мало кто знает. Если взять обычный, там, ну, почти обычный полупроводящий, значит, одномерный, вот одномерный перестал, в одномерную цепочку. Из одинаковых атмос, вот эти черные кружки одинаковые. Но по каким-то причинам этим атмос в цепочке им выгодно стало демилизоваться. Они вот подошли, значит, друг к другу парк. Такой эффект парк. Да. Значит, такой был. Тогда у вас вот туннельный матричный элемент перекрытия между состояниями здесь. Здесь стало просто разное. Здесь разное расстояние между этими. И вот в такой цепочке совершенно обычной. Какой там патологической сверхпроводимости нет. Ничего нет. Значит, в такой цепочке у вас есть вот такой спектр, вот такой спектр объемных состояний. Появляется запрещенная щель, которая определяется вот разницей между Т1 и Т2. Но здесь Т1 предполагается, что больше, чем Т2. Значит, появляется вот такая запрещенная щель. И внутри этой запрещенной щели, на краях цепочки, у вас возникают два связанных состояний. С энергией нагревации. А? Да, вообще без нагревации. Да, вообще без нагревации. Прис-минус Омеган. Все это дамовские, да? Ну да, да. Они на самом деле дамовские. А в современной науке их можно называть топологическими. Конечно, эта цепочка ничем не отличается по свойствам от китайцев. Вот ничем по свойствам вообще. Хотя она совершенно одна. Значит, у вас появляются два связанных состояния. Вот энергии этих состояний. Они выражаются через вот эти Т1 и Т2. Значит, и вот в этой букве Омеган 0, в величине вот этой энергии состояния, как раз зашита длина этой цепочки. То есть зашита как бы характеристики вот того широкого барьера посередине между двумя состояниями 1 и 2. Значит, потому что, ну вот эта вот величина Т2,5,1, она меньше единицы. Поэтому вот эта вот Т2,5,1 в степени n, где n это число ячеек, это на самом деле штука экспоненциально вбывающая с длиной цепочки. То есть у вас в таких моделях энергия вот эта Омеган 0 экспоненциально бывает с длиной цепочки. И это Омеган 0, тем самым, оно буквально играет роль вот той буквы, той большой, которая будет там на мобильной карте. Значит, точно то же самое. Я могу посчитать, могу посчитать, что будет, если я вот здесь поднял напряжение на контакте, и у меня пошел какой-то полк. Насколько быстро он появился здесь, он появится быстро, он появится опять со скоростью, которая определяется только связью этой цепочки с внешними контактами. А если я задам себе вопрос, хорошо, вот у меня есть два локализованных состояний, попробуемся. Вот здесь, в этой модели, прямо видно, что у вас есть как бы связанное, антисвязанное состояние. Ну, потому что между этими состояниями, при конечном N, хоть и маленькое перекрытие выглядит. Значит, когда у вас длина большая, то фактически, значит, у вас это Омеган 0, ну, связанное с связанным состоянием, с холоповым звуком. Значит, я задам себе вопрос, хорошо, вот у меня цепочка уже лажена, значит, здесь не было никаких частиц. Я опять, значит, подам напряжение, так, чтобы электроны начали заполнять вот это состояние. Я хочу посмотреть, а с какой скоростью у меня появятся частицы вот здесь, в другом концепте цепочки. И ответом здесь точно такой же, как модельная задача, но, значит, здесь просто вот это медленное экспонентное, медленное заполнение вот этого состояния, Оно написано в терминах теперь величины энергии локализованных состояний. Когда цепочка большая, Омеган 0, у нас надо бесконечно подтверждать, что вот здесь появился какой-то нынешний. Это к вопросу, о том, что можно решение делать с так называемыми маярановскими состояниями, китарской цепочкой. Там, где у вас, там, значит, в той цепочке, у вас, Омеган 0, в некоторых случаях вообще строго, равно 0. И в этом случае у вас никакой передачи информации с левого конца на правый вообще. То есть вот любой физический эксперимент, который вы хотите поставить, вы что-то поменяли на левом конце, напряжение, исполнение пытались поменять, и посмотрели, что делается на правом. И для хорошо экологически защищенных состояний вообще ничего. То есть никак обидеть с ними вы вообще не сможете. Ну вот, значит, поэтому заключение вот такое. Значит, вопрос о времени тоннелирования зависит от того, что именно мы смотрим. То есть какой эксперимент мы хотим описать, что мы хотим посмотреть, время чего определяем, время нарастания токового, время нарастания заряда в каких-то состояниях. Вот. Надо сначала определиться и с этим. Значит, если пока у вас система клантовая, а не классическая, а вот все, что я рассказывал, все равно система клантовая. То есть у них есть единая волновая функция. Значит, под барьером они публикируют, но это все клантовый эффект. Все равно единая волновая функция. И вот пока система клантовая, не классическая, получается, что скорость передачи тока всегда достаточно большая, она определяется только вот этими скоростями гамма-эр по краям вашей системы. А вот скорости перераспределения частиц, ну, как условно, передачи токовости по этой системе, они действительно могут быть гораздо меньше, как раз уже, исходя из, так сказать, вполне соображений здравого смысла, что вот у нас есть там туннель и барьер, поэтому протискиваются трудно. Действительно протискиваются. Вот эти скорости могут быть гораздо меньше. Здесь есть, конечно, такая, не знаю, правильная, но очень заманчивая аналогия с протеканием просто воды по трубе. Потому что если вы возьмете трубу и в каком-то месте вставите в ее трубку меньшего диамента, пусть гораздо меньшего диамента, то у вас давление, как только вы открыли слева крана, то, несмотря на то, что трубка узкая, давление труба на правый край передастся сразу. Ну, это со скоростью, со скоростью давления передастся почти скоростью. Со скоростью давления, и там начнет что-то вытекать. А вот если вы после тонкой трубы какой-нибудь пузырек привинтите, посмотрите, с какой скоростью он будет наполнять пузырек, то здесь уже толщина вот этой тонкой трубки будет играть существенно. Чем она тоньше, тем дольше он будет там наполнять. Ну и вот, значит, побочный эффект от того, когда вы смотрите на всякие тегрегматонавирования. Побочный эффект, вот здесь вот, значит, написан, это про возможность использования краевых состояний в квазиодномянных системах. Значит, на самом деле я не вижу здесь каких-то широких возможностей для того, чтобы их можно было практически использовать. Потому что если эти состояния хороши, ну вот, как бы в смысле их топологической защищенности, как говорят, то тогда они никак не реагируют на внешний раз. По ним нельзя глянуть то, по ним нельзя глянуть то, сё, гадать и сё. И в том числе, вот то, что я забыл сказать в предыдущей прозрачной, было много статей, скажем, по китайской, ну вот, по реализации китайской сверхопроводимости в каких-то нормальных системах. Было много довольно статей экспериментально, где люди пытались, сейчас я всё-таки на секунду вернусь, где люди пытались, скажем, туннельным микроскопом или какими-то ещё способами увидеть пики на вот этих вот частотах, соответствующих краевых состояний. Так вот, эти пики увидеть практически невозможно. Потому что ток, который через них течёт, через эти состояния, он очень маленький. А в том случае, когда они теоретически, ну, совсем уж хороши эти состояния, совсем уж патологически защищены, то ток через них равен нуль. Поэтому, хотя они есть, поднеся игру туннельного микроскопа и попробовать пропустить ток, вы получите ноль. ток через них не идёт. Вот. Так? Всё, 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 всё. Всё, я же буду. Ну вот, значит, поэтому, значит, вот это такой, ну, может, несколько неприятный побочный эффект, который заключается в том, что, если вы хотите какие-то состояния, значит, использовать для передачи сигнал, пронения информации, ещё чего-то, то всё-таки надо всегда задавать вопрос, а как физически вы будете менять, заполнять, там, смотреть топчиками или что. То есть, что вы с кем-нибудь делаете с точки зрения какого-то реального физического вопроса. Всё, спасибо. Спасибо. Если я смотрю одно на переработанное состояние связанное с картинкой, то значит тоже можно не спрятать гаммы и думать, что это состояние, что оно просто шире, как гаммы. А дальше, если я смотрю два барьера, то между ними ситуация состояния будет похожа. Один, одно состояние связанное соединение со своим континуумом, другое соединение со своим континуумом. Тогда вопрос на какой-то реальность. Если расстояние разницы энергии меньше, чем их уширение, тогда разница энергии ничего не зависит. Но формулы все пишутся точно, просто они громоздкие. То есть там, кроме отступающих экспонентов, появляются еще осцилляющие куски. Вот в этой работе 1993 года, они там огромные эти осцилляющие куски. Зависит. От этих разниц энергии зависит вот эта быстро осцилляющая часть, но которая довольно быстро вымирает. То есть у вас, на самом деле, всегда, даже в задаче об одном уровне, там вы административе, на поверхности. А в социальных условиях? Нет, а в социальных условиях что? Ну зависит, да. Немножко. Нет, ну зависит. 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 Ну, конечно, зависит. В общем случае, конечно, зависит. Давайте еще. А вот, пилог. Хотелось бы с чем-то сравнить. Вот все-таки, ну, вот если возьмем систему, я не туннелировал. Я скажу, вот две системы. В одной есть, там двух явных потенциал. А в другой его просто нет. И вот я одни и те же деления делаю. И у меня, как что-то в голове, такое ощущение, что может быть в вашем случае, окажется еще туннелирование. Что в процессе идет еще быстрее, чем без туннелирования. Хочется с чем-то реально сравнить. Нет. И я вижу с тобой даже и ответа на этот вопрос нет. Ответа? В одном случае, задачка чисто квантовая, а в другом, как бы она классическая. Нет, конечно, конечно. Вот, значит, здесь эти вставки с шумом, это, на самом деле, некоторая попытка. Плавным образом от квантовой задачи попробовать перейти к классической. Да? Потому что вот то, что смущал Сергей Анатольевич, например. Что электронные, другие мои задачи, вот он из один перейдет в два, и там будет сидеть. Но он будет сидеть, это описание классическое. То есть это надо, чтобы что-то там сбило фазу, чтобы квантовая механика нарушилась. Чтобы мы перешли к классическому языку. К вероятности, что он сидел здесь, потом с какой-то вероятностью сидит здесь. У нас нет уже единой волновательности. И вот эти вставки с шумом, это вот такая попытка попробовать перейти. Но вот таких вставок с шумом, оказывается, недостаточно. То есть они не приводят к классическому привлению. Не приводят. Понятно. Ваш вопрос правильный. Потому что у вас там диффузионная передача, вот в каком-то космосе, узких полководника и так далее. Это совсем другая идея. То есть это просто вы приводите. А это все на карту бантовая механика. Вопрос, Сергей Павлович. Вот скажите, вот если можно ли мы сейчас слайдом, где у вас есть ток, где этот ток связан с шумом. Сейчас. Что? Молодой бог. Как можно спать мне ты спать облаканное тело. Это мучая дать. Вот. Вот. Может быть. Ух. Что меня вот интересовало? Как вы уходите! Скор? А. Системы. Ух. Системы. Да. Вот. Молодой бог. Но вот есть шум, он слева, справа, и вообще... Но здесь это вон зеленая стрелка, здесь он слева трясет. Здесь он трясет вот этот вот уровень. То есть здесь шум заключается в том, что у меня вот этот вот уровень хаотически по времени меняется по величине. Тогда нет. А если этот шум будет на всю систему, тогда у вас пока не будет? Ну да, нет, тогда не будет. Если я введу вот здесь шум симметричный, то тогда то, что... Нет, здесь нужно сбить симметрику. Конечно, конечно, обязательно. Вы так не предлагали? А-а-а, нет. Нет, нет, нет. А если два шума не перелированные? Да, два шума не перелированные, ну там средние характеристики рассматривают. Да. То есть... То, чтобы течет только по средней разнице, никто бы едет вообще. Нет, если они не перелированные... То есть они разные, это будет такой. Это аналогичная тема Максвелла. Но равновесие... Нет. Если этот шум писать как терминомический равновесный... То нет. Поэтому он должен быть какой-то вот... Какой-то... Он действительно должен начать... А в терминомическом равновесном... А вот там... Ну хорошо, еще раз спасибо. А в терминомическом равновесном... 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 то будет такой доклад широкий, но за счет глубины. То есть очень поемность, очень. Так что я прошу извинить, сейчас пролегусь просто голову. И начну, собственно, с того, что такое, собственно, эти артические планеты и сенсоры. Сразу скажу, что тема эта очень востребованная сейчас, последние годы, последние десятилетия. На стыке столетий произошел такой буквально срывной взрыв интереса к этой теме. До того, люди, которые делали квантовые сенсоры, не знали, что они так называются, они думали, что они делают, процентарка, частота и так далее. Но на рубеже веков появились действительно хорошие лазерные проводников и одномодные инфраструктуры, которые, собственно, позволили вот это дело вывести на какие-то действительно передние края физики. Ну, это начнулось, раз уж речь о лазерной физике, начну с цитатой, сослуг ее одного из основателей, лазерной физики, Артуры Шавлова, который когда-то сказал, что никогда не измеряйте ничего, кроме частоты. Вот спрашивается, что он имел в виду? Он имел в виду следующее, что вот здесь на графике вы видите, с какой точностью измеряются разные физические величины. Вот совсем плохой, вот совсем хорош. Вот здесь на в точности, то есть вот отсюда до сида 18 в порядке. И ближе всего к лучшему стоит частота и магнитная, соответственно, на куле. Почему про частота? Ну, понятно, потому что в мире есть огромное количество рейперов, огромное количество периодических объявлений, с которыми мы можем сверять наши измерения и мерить это самое время, и частота, ну, маятник, движение планет, движение на Солнце. Ну, а кроме того, как-то, как в новом 20-м столетии, есть еще такая замечательная штука, как атом. Вот если маятник где-нибудь там в Париже мы можем сравнить с маятником в Томске и сказать, что, может быть, они как-то более или менее одинаковые, то с атомами такого сравнения производить не надо. В общем, может быть, более или менее одинаковые, что и атомы одинаковые, и частоты света, которые спускают эти атомы или поглощают при переходе из одного уровня у другого пола, тоже одинаковые. Более того, они будут эти частоты одинаковые сегодня и вчера, и позавчера. И нам не нужно, как в случае с каким-нибудь эталоном длины в Париже, периодически проверить, а не испалилось ли с него немного полотеное. И не укоротился ли он по поводу, не исчезла ли она куда-нибудь. Атомы лучшего, в смысле, для разных. Ну и, соответственно, мы приходим к определению того, что такое квантовый датчик. Квантово-оптический датчик – это не обязательно датчик, который измеряет что-то такое, как характер света, это датчик, который измеряет, которым измерительными элементами являются атомы. А, соответственно, опросы этих атомов в управлении всеми атомами происходят фотоны, то есть свет. То есть сенсор – это система атома плюс свет. И это могут быть очень системы, измеряющие разные физические виды чинов. Магнитное поле, гравитацию, ускорение, все что-то. Ну и один из самых распространенных объектов, который используется в таких датчиках – это водородоподобное. С водородом, собственно, с самим работать неудобно, а вот с щелочными атомами очень хорошо с одним электродом заполнены оболочки. Потому что большая часть этих атомов, они имеют линию поглощения, удобную в оптическом диапазоне. Ну и вот если вспомнить то, чем мы учили в университете, и перейти от этой круговой диаграммки к диаграмме уже энергетической, соответственно, такой атом будет иметь структуру воровских уровней, соответствующую главному квантовому числу. Из-за того, что атом есть орбитальная оболочка, этот главный уровень, кажется, и расширится, соответственно, на бесконечное количество уровней, из которых у щелочного атома одно состояние мы будем считать основным, а второе возбужденным. Ну и, опять же, из-за взаимодействия с полным моментом электронного цельфора, он расщепится и они. И вот тут уже мы получаем классическую, если бы это не слышали, значит, для атома натрия, этих щелочных атомов, классический набор из оптических линий, в обращении и спускании, которые эти атомы очень охотно испускают, при нагреве, воплощают и так далее, аки из первых спектральных линий, которые были замечены с помощью горелки бункера. Этим, естественно, тем не заканчивается, дальше полным моментом расщепляет вот это вот тонкое расщепление, расщепляет еще уровень неполученного, тонкое расщепление расщепляет на какое-то количество снах тонких, а в магнитном поле все это еще расщепляется, соответственно, на целый набор взаимодействий в уровне. И вот со всем этим, значит, когда придется жить и работать. Ну, на самом деле, все не так уж и страшно, потому что интересует нас, к большому счету, это только нижняя часть этой диаграммы, вот эта вот, которая видена здесь и которая не видна из зала практически. Ну вот, опять же, переходя к энергетической структуре, давайте простим ее, значит, насколько возможно, вот это свертом расщепление основного состояния, уровень F равна 2, равна 1 и отложена в зависимости энергии от магнитного, скажем, более. Ну вот, как мы видим, зависимость издействия просто нет, это еще хорошо, что ее нету. Раз ее нету, то вот на разности уровней наночастоте этого перехода и на ЧКВД можно создать стандарт частоты. А потом вспомнить, что вообще говоря, есть такая штука коэффициента. Некоторые, в отличие от тех первых, они, соответственно, магнитным полем рассчитываются, и их энергия зависит от магнитного поля. Вот на них, например, очень хорошо сделать, вспомнивая магнитное поле, другое поле, это некий вариант. Глантного центра. Проблема тут вот в чем. Вообще-ка, если вот наши уровни, о которых мы сейчас говорим, это свертомкие уровни, то частоты переходов между ними лежат в герцовом диапазоне. А это значит, что при нормальных температурах уровни эти заселены совершенно одинаково. Вот как здесь нарисовано, собственно. И поэтому, если мы как-то попытаемся воздействовать, прощупать эти уровни излучением соответствующих стандарт, то мы просто ничего не увидим. Они были одинаково заселены, и на СМИЧе также не изменит это заселение. Соответственно, нам нужно каким-то образом создать неравновесное заселение. Вот здесь, что появляется оптическая накачка. Мы один из этих уровней. Мы опустошаем с помощью света, и благодаря релаксации второй из этих уровней заселяется. Аккуратии достигнута, мы получили неравновесную заселенность. Теперь уже, если мы подействуем на эти атомы частотой неравновского перехода, то частота что-то изменит. Следующий шаг. Теперь нам нужно как-то понять, изменилось что-то или нет. Мы можем это тоже сделать с помощью уртика. Выпадать, например, на систему то же самое излучение, и посмотреть, какова населенность на этом уровне. Вот она только что была маленькая, заселенность на нижнем уровне. А теперь с помощью света мы ее восстановили. Сделали снова большой. И с помощью уртики мы это делаем детективы. То есть у нас есть фактическая накачка, есть света резонанса, живета, есть фактическая детектива. Такие вот три кита. Заметьте, что тут теперь в фактическом детектировании на каждый квант, который воплотила систему света, поглощается один квант оптический. А разница энергии между ними, ну скажем, пять порядков. То есть пять порядков – это наш выигрыш по эффективности при оптическом детектировании. Хорошо. Вот перескорник такой немного в сторону. Когда человечество поняло, что этому самому человеку можно найти точные стандарты частоты. Ключевой момент был в 1707 году, когда островов селье, вообще-то слаблены своим этим самым перетитизмом, передоедствами, перетитизмом на какого-то прошениях, с геморадио встал, вот этого целый британский остаток. Вот после этого трагического инцидента фрагмент Британии принял решение о призе за хронометр, обеспечивающий точность достаточной из-за того, чтобы обеспечить точность в определении долгоды. Достаточно, опять же, для длительного плавания. В рождении с 50-х лет и Джон Харисон добрел хронометр, который обеспечивал действительно задлительное плавание, не знаю точно за какую длительность, то, значит, вот такую, видимо, такую посредку. Ну, подвижность порядка 20 километров. Сумма призабыла, немаленько, по теперешнему понятию, это порядка 4 миллионов фунтов стерковных. Так что Харисон работал очень усердно и добился серьезных успехов. Вот здесь диаграмма вся-то из работы Алантов, создателя, собственно, Алантовской диаграммы, которая показывает, как улучшалась точность стандартной частоты, ну, часов, иначе говоря, со временем. Вообще говоря, вот этот вот ход, он даже не эксклюзионный, потому что, если вы посмотрите, вот здесь вот глифтическая шкала у нас по вертикали. То есть это двойная экспонентка. Развитие происходит с невероятной дистанцией. Единственное, значит, когда-то точность составляла часов 10 минус второй степени, то теперь мы подходим к оптической часа от 10 минус 11. Зачем это нужно? Ну, понятно, зачем. Сейчас диапазон применения просто огромен. Этих точных часов, все мы знаем GPS, GLONASS, и, соответственно, раз GPS, GLONASS существуют и основаны они на использовании точного времени, то доступны устройства, хранения и измерения точного времени. И эти устройства состоят, соответственно, из цезиевых сейчас стандартных частот и переходит к оптическим. Сейчас мы это дело все обсудим. Начиналось все с цезиевого пучкового стандарта. Цезиевый пучковый стандарт. Это устройство, в котором атомы цези пролетают через неоднородное магнитное поле, ссортируются по магнитным состояниям, по тем самым, о котором мы говорили об из-за имановских магнитных состояниях. Одно из них, все состояния отметаются, одно из них проходит через резонатор, попадая в этот приемник, и если частота или частота из-за импульса попадает в собственную частоту цезиевую, то этому самому из-за импульса не вести атомы цезиевую в другое состояние. И мы это понимаем. Вот Норман Рэмси когда-то получил Ноберовскую премию, в частности, за предложение распить такой резонатор на две области. Вместо того, чтобы создавать однородное свече поле во всем резонантом, что было практически невозможно, невозможно даже в общем сейчас. В этом мы разбиваем это поле на две короткие комнаты и в широкой линии соответствующей соответствующей. В общем, резонанс мы получаем успоко-кактюр Гребенку Рэмси. И вот этот самый Гребенк, не странно, сейчас используется вот в оптечестве и, как и прочих плантовых сенсоров очень многих недалеко уже вышли за пределы сезон стандартной. А детектирование сейчас осуществляется оптического средства стандартной частоты. Ну, вот второй вариант оптического стандартной частоты. Это очень относительно компактное устройство. Рубительные спектральные лампочки. Вот лампочка, вот оптический фильтр, рубительные ячейки и этот приемник. А как это работает? Вот все эти же самые три кита значит в оттвесе сенсории. Во-первых, оптическая накачка. Все накачивается на уровень F равное 2, если это рубительный. До случая резонанс, который в случае попадания частоты и случая частоту перехода выравнивает. И это усиливание оптическое. Здесь, поскольку в качестве источника накачки используется спектральная лампа, в которой вот эти две компоненты оптически одинаковые, применяется с статической фильтрацией. По У6 у рубителя есть два изотопа с немножко сдвинутыми, как здесь нарисованы спектральными частотами. И используя источник излучения из одного изотопа и фильтра из другого изотопа, может обеспечить такой одночастотный одночастотный спектра накачки. Стабильность частоты примерно 10-11 за час. А вот следующее поколение здесь использовало классик. Ну и сразу видно, насколько это стало компактнее, во-первых. Во-вторых, стало круче схема детектирования за счет эффекта герен по обвинению населенности. Здесь накачка засвучилась вбуждение и детектирование делается как в один этап объединенный. Но это все то же самое, все те же самые сейчас деланы и очень непосредственно для квантовых сенсоров фистихи имени Иосифа. На этой диаграмме показано, как улучшается ситуация от кварцевых генераторов и очень хороших кварцевых генераторов круглением стандартным и круглением стандартным компактным к пучкам. Ну, спрашивается может ли быть лучше, чем можно? Можно. Ну, дальше. Если мы успеем добраться до раздела холодная вода. Так, стандартной частоты мы проскочили. Второй тип практических квантовых сенсоров это магнитометры. Магнитометры бывают гетоквантовые, бывают классические. Это неинтересно. Бывают на эффекте магнитного резонанса. Ну, практически классические тоже протонные магнитометры. А бывают магнитометры сверхпородящие скринтно но обладающие тем серьезным недостатком, что им доработан уже жидкий гелий. Что делает использование невероятно дорогими и дорогим освежением. И оптические магнитометры. Магнитометры с оптической накачкой на разных человеческих гелий. Последнее время названо сольпо-косинной цитой мази в твердом теле. Вот на этой диаграмме приведена такая временная диаграмма. От чего начиналась магнитометрия с обнаружения Тентезеймана и с идеей Сахараби по измерению магнитного поля. Потом в 50-е годы в середине века опять же бурный взрыв. Касслер, Демельт, Белглун, их усилив и запретен первый оптический магнитометр. Несколько строк здесь принадлежат Евгению Борисовичу Александрову. И собственно на идее Евгения Александрова использовала дефект аналит и магнитометр создала сейчас самый чувствительный магнитометр пожалуй на оптический о котором немножко буду говорить. Ну и еще после этого несколько десятков магнитометров были созданы в нашей группе фестихи. Слайд посвященный динамике магнитного момента. магнитного поля но прибегая очень быстро об этом просто скажу что если второй закон Ньютона совместительный совместительным короче говоря если у частиц есть аэромагнитный момент который пропорционален магнитно-механическому причем отношение этих моментов как исты с геомагнитным отношением то движение момента в магнитном поле всегда будет регулярны и поля и момент самому соответственно момент будет в магнитном поле процессировать если его отклонить вопрос как можно отклонить с помощью решения Рисонанс поля поперечного магнитного поля. Если такое поле, значит частота его близка в резонансе, то мы получаем вращающуюся системе координат, мы получаем уравнение для трех компонентов магнитного ламента. Из этих трех компонентов одна продольная по отношению к магнитному полю будет стационарная, две другие компоненты, естественно, будут вращаться. На этом устроены действия для всех этих самых лучших квантовых сенсоров. То, что говорили раньше по накачке и так далее, можно нарисовать так. Сначала у нас оптическая накачка как выравнивание магнитного момента, приположим, в доле оси. Потом, значит, с помощью СВЧ-поля, для ВЧ-поля, а в ладине этого магнитного момента, резонансного ВЧ-поля, момент начинают протестировать вокруг магнитного поля. И через какое-то время мы определяем ход положения. Либо, значит, проецируем на оси с этой, либо проецируем на одной из перечных осей. Это зависит от задачи. Ну, соответственно, для магнитного диаграммы, которую мы рассматриваем раньше, будет выглядеть немного по-другому. Ну, вот у нас опять есть СВЧ-уровни, которые заселены одинаково. Вот у нас есть, соответственно, с романовским. И без романовских уровней, тем более, заселены все одинаково. И мы опять используем оптическую накачку для того, чтобы создать разнососеленности между ними. Но только теперь уже используем оптическую накачку с видом соревнованной поляризации. Каждый патон здесь несет единичку моментового. Соответственно, он момент передает атомам, и это перескакивает. С одной проекцией, с другой собираются возможности в состоянии с максимальной проекцией. То есть вот такая вот вариация накачки. Вот та самая сфера плохо. И, соответственно, еще есть схема магнитного метра. То есть вот самый простой магнитный метр лазер-1 светит только светом с круговой поляризацией вдоль магнитного поля, осуществляет накачку атомов вот в этой ячейке. В катушке подается ВЧ-поле, которое создает, собственно, идицирует фазированный магнитный резонанс, возбуждает. И второй лазер-1 лампы спектральная. Детексирует поперечного компонента этого поля, вращающегося и отзачки на фотоприемнике. Поскольку магнитный момент так процессирует вдоль магнитного поля, а мы с помощью этого света видим компрессию этой прецессии, то здесь, на фотоприемнике, мы будем видеть переменный сигнал. Сигнал, который будет осценировать частоты прецессии вагнитного поля. Ну, дальше так вот все это видим. Моментный поляризм. Моментный поляризм, который, значит, мысль за собой вагнитный поляризм. Так я с тобой увидел домик, левая, что это экспертация. Драгическая сцена, уже совсем драматически изображена. Это вот посадка его в Африканском сирене. И вот всех важных людей стали лишь напустили к вертолету. Остальные все стоят на нужном расстоянии. Вот так вот работает наземная команда с магнитометром. А еще это, значит, работа такая для пешехода. С пешеходным маленьким магнитометром, который что-то там ищет локальное размещение. А для чего все это нужно, все эти магнитометрии? Ну, понятно, опять же, сферы много очень. Они делятся на лабораторные и поисковые сферы. Вот поисковое приложение, то есть, естественно, магнитное разведка вообще и предпесники землетрясений, на что, к сожалению, надежды мало. Магнитная картография. А есть еще геофизика и геология как основные потребители вот этой магнитометрии на настоящий момент. То последнее время, потому что в последнее время довольно серьезно перепосы произошло в сторону медицины и биологии. Вот об этом я сейчас чуть-чуть буду говорить. Произошло, когда стало понятно, что геология может произвести некий прорыв в исследованиях активности головного мозга. Ну, мы как бы все знаем, что есть МРТ как средство исследования, структуру головного мозга. Есть, соответственно, электрокардиография как способ исследования активности головного мозга. Это разные, естественно, болезни исследования. МРТ ничего не говорит об активности, электрокардиограмма ничего не говорит о структуре. Кардионатограмма – это такой тяжелый, очень хорошо распространенный метод. Ну, к сожалению, у нее есть недостаток, что она дает информацию только о том, что происходит на поверхности. Ничего о том, что чуть-чуть погруже она не говорит. А вот магнитенцифолография, она как раз позволяет ей вот эту недостающую информацию о токах, которые протекают внутри мозга, и, соответственно, о диполе, которые из этой гиппорождают. И поскольку это стало известно, понятно, уже довольно давно, то в настоящее время уже существуют коммерческие системы магнитенцифолографические, основанные на тех самых сверхпроводящих методах Росквей. Вот такая вот серьезная коммерческая система из 300 датчиков. И вот так вот это выглядит в натуре. То есть чем обещают такой шлем? Почему шлем? Потому что он может уже и гелий. Ну, уже и гелий. То есть этот шлем – это фактически дюар. Рассан-Дюар, соответственно, значит, у него большая скинка, холстенная. И, заметьте, как бы головы, вот, люди разные у всех. Это очень существенное замечание. И из этого следует, что этот самый несчастный шлем может быть сделан под самую большую углу. Иначе кто-то так кажется дискриминирован. А магнитная поля, у него есть такое очень взрослое такое свадьба, что оно спадает с расстоянием, как более-то более, как куб расстояния. Это значит, что мы в 10 раз отодвинулись от источника. И в 1000 раз у нас уменьшился сигнал. В 1000 раз. Поэтому вот эти самые 4 сантиметра, на которые шлем нас подбегают от магнитного поля, они оказываются в каком-то смысле от магнитного поля источника, они оказываются критическими. Ну, кроме того, значит, они, естественно, гробят и пространственное разрешение. Не только значит чувствительность, но и пространственное разрешение всей этой системы. Ну, значит, естественным решением было использование магнитометров оптической, с оптической накачкой, и вот это стало возможно благодаря трудам вот этих вот 4-х человек. Ханале, который обнаружил эффект пересечения уровня Евгения Борисовича Александрова, который предложил магнитометр. Хаккер, который открыл явление давления спиноменной релаксации в древых полях. И Ромалец на него ученика как-то реализовал это тело и включил, соответственно, вот такой вот магнитометр, Q-спин, это называемый, Q-спин, характеризующийся невероятной совершенно чувствительностью порядка 50 финтаприсов в полосе 1 Гц. Ну и параметры остальные, они действительно великолепны. Единственное, что прибор этот способ функционировать только в долевом поле. А это значит, что он не будет функционировать даже в магнитном экране, потому что, например, магнитный экран, это вот, если положать вот эту вот голову и окружить 5 человек, создать однородность магнитного поля достаточно для того, чтобы обеспечить нулевую магнитную полю во всех, то есть как вокруг головы, невозможно. Потому что магнитная пистолированная комната, таким комнат и синиться по всему миру. Они стоят миллионы долларов, и, собственно, ну и обслуживание спиноменной дометра тоже стоит миллионы долларов, то есть они стоят миллионы долларов. Соответственно, теперь появляется некоторая дискриминация. Доступ к таким вот диагностическим системам могут иметь только жители вот таких вот ценнерах настоящих. Вот спрашивается, можно ли это как-то дело изменить? Можно, если придумать магнитометр, как работающий в неналевом поле. Но в неналевом поле, к сожалению, не работает этот самый эффект подавления спиноменной релаксации, который обеспечивает фантастическую чувствительность. Но тем не менее, значит, мы с этой задачей когда-то взялись, в 18-м году, вот вместе с таким специальным выхожем, нам была продемонстрирована чувствительность, нами уже вполне пригодная для того, чтобы использовать наши приборы в магнитно-циклографии в неналевых полях. Ну вот за это время нам были разработаны до принципа, скажем так, нескольких таких вот разных устройств. Одно из них, в общем, как с гордостью могу сказать, что это самая простая схема галанталтического датчика, обеспечивающая чувствительность необходимой для магнитно-циклографии, было все сделано, испытано, опубликовано несколько часов. Вот сейчас, как и начинается, вроде бы должна начаться такая очень серьезная работа, когда вот эти вот прототипы уже пойдут в дело и будут испытаны не на предпровочном карточках, как вот здесь, а на конкретно, вот на человека живом. Я, кстати, все время употреблял слова вроде чем-то Тесла, просто для нас правки, что такое Тесла или Тесла. Вот смотрите, мы живем в сотне микротестов в поле Земли. 50 микротестов у нас в поле Земли на наших широтах. Соответственно, линии этой передачи, вот здесь алгоритмическая такая шкала, и каждый прямоугольник соответствует изменению поля на три порядка. Микротестов, нанотестов, пико, фемпотестов и так далее. Вот так вот, вот от земного поля, соответственно, и автомобиля на расстоянии 50 метров, мы переходим к источникам, которые нам нужно измерять. Нужно измерять нам, ну, скажем, сердце. Магнеты картера, стопика тесла. И мозг, соответственно, магнеты энцефалографии, отблигевые, это сегодня фемптотесла. Частоятельность необходима для измерения десятков фемптотесла. Вот от десятков фемптотесла до десятков микротесла, тут минус шестая степень, а тут минус пятнадцатая. Девять фемптот в миллиард раз. То есть, значит, чувствительность третья наших датчиков в миллиард раз должна превышать статчиков, увеличить датчиков от этого поля. Что-то все равно. С наверху. Ага, все. Так, ладно. Тут вот диаграмма, на которой отмечено, показано развитие магнитометра плохого к хорошему. Вот здесь вот чувствительность к логарифмической шкале, а здесь точность к логарифмической шкале. Ну, и вот на этой диаграмме в последнее время вот как раз появились два новых устройства. Устройство для магнитометра с фотографией. Это вот как раз тот самый магнитометр нулевого поля серфи, сделанный, значит, магнитометр, здесь названный стретч-стейт, вот, который каким-то образом, значит, приближается к чувствительности к единицам сантиметра слои десяткам, которые необходимы. При этом, значит, это три размера датчика, измеряемый в единицах миллиметров до сантиметров. А не в сантиметрах и десятках сантиметра, как оно было раньше. Так, следующее устройство. Гироскоп. Вот есть у нас магнитометр, на магнитных моментах есть гироскоп. Частота процесии магнитного момента, как мы знаем, она не зависит от того, как вращается окружение, она зависит только от магнитного поля. Поэтому, если мы возьмем и измерим частоту процесии, и сравним ее с той, которая, значит, должна быть в данном магнитном поле, то мы можем вычислить, с какой частотой мы вращаемся сами вокруг этого момента. Правильно? А на этом основном, в принципе, магнитного гироскопа. Проблема тут, собственно, только одна. Вот этот вот член гамма-наба-ноя, то есть вот тот самый член определяет частоту процесии. Его величина такова, что она не оставляет никаких шансов сравнить, выделить на ее фоне, выделить на фоне эти частоты, частоту вращения окружения, то есть то частоту вращения системы, то частоту, как его измеряет гироскоп. Ну, для этого сделаны, предложены, соответственно, разные решения. Давайте, первых, у ядерных величина моментов на три порядка меньше, чем у альтернат. Давайте перейдем к ядерным моментам. Гермагнитное отношение, соответственно, у них тоже меньше. И вот этот самый плохой мешающий наш член уменьшится на три порядка. Хорошо, договорились. Ну, ядерные моменты не взаимодействуют со светом, их не ориентировать, не обросить светом нельзя. Опять приходится решать эту проблему. Проблема решается тем, что моменты накачиваются и непосредственно, а посредо. То есть свет накачивает щелочные атомы, а щелочные атомы с столкновениями передают моменты ядрам, и, соответственно, ядра прецессируют, а их прецессия измеряется уже снова щелочными атомами. А после столкновения, то есть магнитометр на щелочных атомах, измеряет скорость прецессии ядрам. Очень сложная система такая. Ну, вот в 2014 году компания Нортен-Грумман заработала о том, что у них практически уже готов на такой гироскопе. Я думаю, внизу изображен на фоне 25-центровой монетки. Но с тем пор, правда, все публикации пропадают. Как мы знаем, все публикации пропадают по одной из двух возможных причин. Либо ничего не получилось, либо получилось. Других не бывает. Так. Ну, значит, вот щелочные атомы и три типа квадровых сенсоров, основанных на них. А вот что прежде щелочных атомов было? Вот твердые атомы, вот атомы. Вот в нем есть такая замечательная штука, как озонно-покрессионный центр окраски, который себя ведет в коем-то смысле щелочного атома. Он допускает накачку оптическую, он допускает детектировку оптическую. Так вот, причем для того, чтобы случилось, даже ничего не применять, для него достаточно посвятить зеленому лазеру каской, для того, чтобы к нему произошла оптическая накачка вот здесь вот на этих вот потоков уровнях. И, соответственно, можно сразу же измерять по влашению света, точнее, по футоресенции в данном случае. Можно сразу измерять, попали мы или не попали, чистоту резонансового свеча поля, и реализовать на этих самых конвенцентрах все те же самые устройства, которые мы реализовали на щелочных атомах. Вот на эту тему тоже. с эволюционистом, чем мы хотим, у нас была работа довольно успешных частей. Дальше. Ну, вот то, что сейчас начало всего было сказано. Хорошо, время через. То, что было сказано касалось тепловых атомов. Вот. В тех температурах, в которых мы живем. Это все еще цветочки. Это все ни о чем. Потому что, кроме высоких температур, которые, как известно, все держат, есть филосации, есть очень малые времена взаимодействия с атомами. То есть атомы нужно не только накачать, их нужно опросить. А чем больше время опроса, тем, значит, больше точность этого опроса. А когда атом от вас пытается улететь со скоростью 400 метров в секунду, то попробуйте его опросить. А текловые скорости атомов, они именно такие. 400 метров в секунду. Ну, благодаря работе мы этих двух людей, из которых этим трем дали Нобелевскую премию, а этих вот двое не дали, хотя они придумали сейчас лазерное охлаждение атомов. Ну, было ли такое? Благодаря лазерное охлаждение атомов сейчас существует. И, собственно, благодаря лазерному охлаждению атомов вот появилась вот вся вот эта вот огромная, огромный вот этот вот пуст, разно-пуст пуст. Как, соответственно, как это работает? Вот есть такая вещь, как Дублер-Синбек. Если атом движется навстречу фотону, то частота этого фотона воспринимается атомом как более высокая, чем она есть. Если он удирает этот фотон, то наоборот. Соответственно, если на одном с разным сторон посветить излучения, которые ниже по частоте, чем частота перехода, то эти атомы будут взаимодействовать со светом, только если они на этот свет летят навстречу ему. Соответственно, значит, эти атомы, поглощая свет, и спуская его дальше, будут замедляться. А раз они будут замедляться, значит, они будут поглажаться. Ну, мало, значит, охладить атомы, надо еще их задержать в одной точке. Для этого используются магнитные поля, которые тоже варьируют вот энергией этих уровней. Так что атомы, которые оказываются рядом со стенками ловушки, они испытывают больше, у них большая вероятность поглотить фотон и отразиться к концу ячейки, к середине ячейки, чем у атомов, которые в середине ячейки. Когда эти два метода комбинируются, получается магнитно-автическая ловушка. Основываются, как будто так, в ней атомы. За счет Доплеровского сдвига они тормозятся, а за счет неоднородности магнитного поля они собираются в секцентре ловушки. И вот тут, кстати, первые в стиле человечества, наверное, случаи, когда все было рассчитано перед экспериментом, было понятно, до чего мы можем дойти, до каких пределов. Сделали эксперимент, ну и получили, так это чуть не в тысячу раз лучше, чем должно быть. Никто ничего не мог понять, то есть потом оказалось, что кроме такого вот охлаждения сработал сам собой механизм хихифового охлаждения. Сейчас я не буду на нем останавливаться, но тем не менее там вот получилось. И в результате вместо меликельминов и скоростей в метр в секунду мы дошли до микрокельминов и до скоростей порядка сантиметров в секунду. Но когда вот мы ссоем сантиметров в секунду, то с ним уже можно работать. Вот здесь, значит, сейчас. Небольшой хвост отца. Вот тут вот такая анимированная гибка, я ее снимал сам, это вот 20 лет назад в городе Оггуст Дании облачко атомов в постановке, которое это достроило. То есть это одна из самых мощных такая на то время, значит, вот у двух холодных атмосфетей при включении лазера она вот появляется, выскакивает и некоторое время там живет в радиолоружке, пока ее не разрушает столкновение сантиметров на другом. И вот сразу первое устройство, которое на нем, в принципе, сделано, это цезил и бочковый стандарт. Это тот же бочковый стандарт, чисто при том и виде. Но вот здесь перед тем, как она вам пролегает через адресонатор, они облаждаются в моменте оптического ружья, выстреливают за верх, очень медленно летят в секунду, примерно пролетают туда и обратно или за полсекунды и два раза за это время поступают в свой взаимодействие со свечем поля в моменту до того самого реверсии. Вот так вот это выглядит в натуре, такие серьезные важные устройства. И, например, вот холодный матом поспорил здесь, как видите, вот идти с 13-го знака точности к 15-му, 16-му знаку. Вообще говоря, стандартные частоты больше всего интересуют относительная чувствительность. Относительная чувствительность это отношение в большинстве к частоте собственного. То есть, чем выше собственная частота, тем лучше. Все предыдущие стандарты хоть обращивались он дикой, а в свече все-таки поле был из свеча, то есть в радиодиапазон. А что, если перейти в оптический диапазон? Можно. Все хорошо. Вот единственное, что появляется проблема воперевского стрига, для того, чтобы не было воперевского стрига при опросе атома в оптической диапазоне, им надо запереть, им заперевать поле свеча, как здесь порисовано. И вот, пожалуйста, вот вам такая вот фитография атома, запер как угла в столичьей волны, и, значит, опрашиваем их свеки. И на их основе делаются стандартные частоты со стабильностью уже 10-17, и даже вот 10-18 ничего. То есть, это относительно стабильности. Вот здесь, грустно, для примера, насколько сложная такая устройство. Это, насколько сложен переносы оптической и эндопрического диапазона в радиодиабазон, который делается с помощью 30-секундных подборок. Опять же, не буду на них останавливаться. Вот еще интересная штука ион. Известно, что заряд нельзя в стационарном поле никак захватить. Не получается. Но если это поле начинать очень быстро вращать вокруг заряда, то оказывается, что можно. Таким образом, ионы можно захватить ловушку. Перед этим тоже предварительно саморозим. Вот это вот здесь изображены ионные термии лазерно-охлажденные в оптической ловушке. На одиночном ионне точность стандартной частоты достигает тоже 18-секундных 10-18 на одном ионне заметьте. На одном. Просто за счет того, что типичное время жизни эталонного перехода в орган составляет одну секунду. Одна секунда отнесенная отнесенная в частоте перехода и замуженность в толщу выдается 11-секундных знаков. Ну, кроме этого, естественно, раз уж тепловые гироскопы существуют, существуют и гироскопы на холодных атомах. Опять же, времени совершенно не остается для того, чтобы про них рассказать. Но идея в том, что в них все вывернуто на изнах. Вместе зеркал используются собственно лучи лазерные рамоновские лучи, которые заставляют антритеатому совершать строго дозированные рамоновские переходы с использованием вынужденного лазерного рамоновского рассеяния. И суть заключается в том, что вот на этих зеркалах вообще, на первом зеркале вот этот атомный пычок делится на два, а вообще делится на двое каждое проектое, каждое делится на две. и пройдя через еще два зеркала рекомбинируют и в результате перекомбинации можно значит соответственно измерить фотоприемниками используя опять же такие хитрые зеркалы, на которые у нас никогда это так аналит остального. Вот так вот выглядит этот самый атомный интерферометр. Два интерферометра скрещены вместе для того, чтобы исключить влияние ускорения и оставить влияние только вращения. Ну соответственно вот здесь формула, про которую я не сказал, она описывает сигнал такого атомного интерферометра и в нем есть вращение, вклад от ускорения и прикрестные составляющие. Ну раз есть вклад ускорения, то естественно мутация использует такие устройства для измерения ускорения. Ну что такое? перегрузил эту систему. Нет, она только засыпает. Ну она заснула в пикаган. Ну да, да, да. Соответственно, не вдаваясь опять же в подробности, можно сказать, что вот тут же самый интерферер может использовать для измерения гравитации. Вот просто если вы посмотрите на эти две гравитации, сначала она пунктирует отсутствие гравитации. Мы это видели только, что летит, интерферирует сам собой и фаза интерференции равна. А теперь воздействие на него гравитации, он запустен вот здесь что шкала времени. И пусть он падает просто видится. И вот на эти диаграмме видно, что пути по этим траекториям они не эти таковые. Ну вот здесь в точке рекомбинации переференции атомов мы будем видеть фазовый я пропустил немножко слова о том, что это конечно полно, что это полно депрогали, что благодаря существенно меньшей волны в меру отношения масс к массе потона можно получить больше разрешений. Будем считать, что это все понятно. Тут реализация такого атомного интерференции. В одном атомы оснаждаются и просто падают вниз, а в другом как в цепи его понтане они охлаждаются, подрасываются на третий ответ и снова падают вниз. А вот это вообще очень интересная система, похожая на пружинные граниты, где атомы висят в поле стоячей волной электромагнитной. И вот оказывается, что из-за того, что у каждого уровня, у каждого такого облачка энергия больше, чем у предыдущего намерченного вот этого ДТАш, но оказывается, что интерференция будет происходить в соответствии чтобы эта частота можно обращения и можно получить с помощью этих атомных перферометров разрешение, которое не уступает разрешению классического полигравита. Это улучшается. Ну, дальше у нас следующий шаг по конденсат, который требует охлаждения уже давно на Киргене, что в настоящее время делается выпариванием. То есть просто после предыдущихся ступеней охлаждения наиболее теплый атом просто выпаривается, кофейная чашка остается самая холодная и в какой-то момент, как здесь показано, образуется такой вот дуще в скоростном распределении. Атомы переходят в состояние материи, которое представляется очень перспективным. А вот это необходимо элементально идти в нем. Тот самый минимум, который для этого нужен. Каждый из этих устройств постоянно юстируется и так далее. Что, Кокривый, там еще долго? Нет, все, я с вашего позволения закончил. Значит, просто хотел сказать что, посмотрите на эту роскошь и вот на эту точку. А вот здесь вот наши коллеги и отец вас сказать, что вот мы над всеми устройствами на тепловых работаем и люди с головой и руками нам очень нужны. Так что вы попрощайтесь, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Вот, например, когда вы говорите про стандартные частоты, значит, по сути дела речь должна идти во все театры и все прочее используется просто как хороший квант. Но к нему должна быть еще внешне электронная схема, которая эту стабилизированную частоту выводит куда-то в реальном устройстве. Значит, вот там, где СВЧ, например, было, я так понимаю, что это подстройка СВЧ-частоты, да, с помощью того. А вот где, частооптические схемы, то как это во внешний мир вывести? Вот фиксацию частоты можно вывести во внешний провод, можно в списку слайдов перейти. Вот для этого как раз у меня был один слайд, который я проскочил. За это дана еще Нобелевская премия. Вот раз в 20-е время не перечислилась с самой Нобелевской, но их очень много было. И вот в частности, Нобелевская премия была дана просто если значит умотать, это будет еще медленно, лучше к списку стрелок. Ну ладно, сейчас рассмотрим. Какого вас словами скажут? А Нобелевская премия была дана за способ передачи частоты оптического излучения в радиодиапазон и делалось и делалось это с помощью это что такое? Это вполне важно. И делалось это с помощью темтосекундного лазера. Темтосекундный лазер, как вы знаете, его спектр представляет из себя очень широкую гребенку. И вообще этот гребенка может заплатить диапазон частот более чем 1 октаву. И если это так, то есть предложен был очень простой и красивый способ измерить частот каждой гребенки, сравнивая частоту Н-ли компонента гребенки с частотой компонента 2Н, получать, определять общий сбит все эти гребенки. То есть спектр феносекундного лазера расширяется специально нелинейным световодом до такого варианта, чтобы в нем были две компоненты. И сбивали ценные компоненты Н-гармоников спектра, с гармоникой умножить, частота умножается на 2, сбивается с гармоникой 2Н, разница частот дает информацию об общем среде частот гребенка. И тогда появляется, получается, что каждая частота гребенки определена. И сравнивая уже частоту ближайшей гребенки с частотой стандарта частоты оптического ближайшего, мы получаем полточную точную информацию, без потери чувствительности, информацию о частоте стандартного перехода. Хорошо. А обратно нам же нужно получить вот этот сигнал ошибки, нам нужно что-то поправить в тех часах, которые мы измерим. Ну, то есть, мы же что-то микроскопическим ... Я же сказал, как частота переносится вниз для того, чтобы ее измерить. Теперь, как эта частота генерировалась? Действительно, в оптических стандартах частота эталомного перехода составляет 1 Гц. Стандартная частота лазерово-полуправникового ширина линии 15-15. Частота ширина линии генерации ну, скажем, 5 МГц, Ну, 5 МГц, да? Полно типичная ширина линии. А нужно сделать один Гц. Это делается последовательной привязкой частоты лазерово-полуправникового излучения к интерферометрам по Бригеру, последний из которых представляет собой такое чудо техники. Такое чудо техники, кстати, вот в институте Калачевского делают все, они в Калачевске имеют такая специальная герезь, у которой резонансная частота, ширина резонанса сопоставима с единицами герц. И лазер, привязанный к этой герези, имеет частоту, ширину линии в 1 герц. И вот как раз он, соответственно, возбуждает вот этот переход. А вражевацион еще интереснее этот переход. Я сейчас не буду говорить. и что, и вот это все выводится на орбиту? что? Вот это все затузнется. Вы меня только остановите, потому что выводят в орбиту, тут есть плохие новости, хорошие. плохие новости в том, что французы начали проект Фарао где-то в 2000 году и вывод таких вот холодных часов на орбиту. Кстати, на орбите немножко хуже. Вот на земле, вот в этом стандарте, почкового фонтане, атом взлетает вверх, а потом вниз и проходит через железа на орбите это не получается. То есть она, соответственно, настоящий путев. А проблема в том, что они до сих пор его не вывели. То есть они откладывали и откладывали, вот уже 20 лет идет. Но с другой стороны, уже лет 6 назад европейская конглуберация вывела на низкую орбиту ракету, в которой генерируются одновременно два база штейнерских конденсатора в виде 85-й и в 87-й и с их помощью сделан генериатрический эксперимент. Это не то 18-й и не то 17-й год. А так это все поработает на земле все стандарты. Я с правом ведущего вам хочу вопрос задать. Вот скажите, когда вы человеку вешали этими датчиками там вот генери там находятся, а пространственное решение вам что не важно при этом? Конечно. Конечно. оно ограничено как раз вот этим вот расстоянием ну коробланового мозга плюс расстояние через череп и плюс еще 3-4 сантиметра стенки вот этого шлема. Соответственно пространственное разрешение ограничивается 3-4 сантиметрами. Оптический магнитометр вот эта вот штука вешается прямо на мозг и вот эти 3-4 сантиметра пропадают и расстояние до коры мозга становится уже порядка сантиметра вот ну а дальше алгоритмы пространственные которые уже вытягивают разрешение субсантиметровое и есть исследование на тем, что люди просто специально исследовали какое нужно разрешение вот это то, чтобы получить какое пространственное разрешение вот значит разрешение порядка 20-ти порядка 50 датчиков навешанных нагло достаточно для того, чтобы получить пространственное разрешение локализовать полсантиметра глубине мозга Ладно, вам большое спасибо это такая тема по которой можно отдельную школу организовывать и еще мудрился фактически всю ее засунуть в свою 45-ти зашедши там просто было я как просто Ну Hagel в unf в в Спасибо.